Добрый день, уважаемые слушатели массовых открытых онлайн-курсов. Сегодня мы рассмотрим, как сдавать итоговую аттестацию с помощью сервиса ECMO Proctor. Вам в письме будет отправлена ссылка на приложение. У меня это приложение раскачано, я его открываю. Чтобы войти в систему, вам нужно использовать логин и пароль от открытого образования, который вам придет также в письме, если вы учились ранее на другой платформе. После того, как вы входите в систему, вам видят экзамен. Если вдруг вы видите пустое белое поле, вам необходимо написать на support.openvedu.sobaka.edu. Чтобы записаться, запланировать свой экзамен, вам нужно нажать на кнопку «Запланировать», которая находится в правом нижнем углу. Вам представлены временные слоты. Вы выбираете дату, каждому письме отправлен период, в который вы можете сдавать итоговое тестирование. Вы выбираете любую из дат. У меня, например, это 20-40. Осталось, это значит 99 человек могут войти в «Издать итоговое тестирование». Соответственно, я его выбираю и жду. У меня запланирован через 4 минуты. Вот уже подошло время 20-40. И, соответственно, там, где мы с вами нажимали «Запланировать», кнопка появляется «Подключиться». Мы по ней переходим. Здравствуйте! Вы приступаете к прохождению испытания с подтверждением личности. Перед началом экзамена убедились, что видеотрансляция лоб-камеры экрана работает корректно. Смотрим. Камера подключена, экран подключен. Если будут какие-либо проблемы, мы нажимаем «Переподключиться». Нажимаю «Далее». Здесь все прописано, что необходимо теперь перейти на платформу «Открытое образование». Как раз я эту платформу открыла. Мы входим. Мы вошли на платформу, теперь ищем нужный экзамен. Он находится в моем профиле, в моей курсе. У нас курс «Педагогика и психология высшей школы». Мы ее нашли и перейти к материалам курса. Дальше открывается. Это контрольное задание требует идентификации личности. Мы с вами переходим по верхней стрелочке и начать экзамен. Проверьте, что код экзамена скопирован. Вы нажимаете «Далее». Дальше вас просят продемонстрировать рабочее место. Вы, соответственно, веб-камеры показываете, что у вас ничего нет на столе. Ни конспектов. Если это не разрешено, ни телефону. Делайте фотографию. Снимем документы. Дальше. Дальше. Вы проходите и теперь переходите на платформу. Начать экзамен. Начать выполнение задания. Все. Вы видите, что у вас время пошло. У вас отображается итоговый тест. У вас есть одна попытка. Обратите внимание, что кнопка «Отправить» загорается только тогда, когда вы нажали абсолютно на все вопросы и ответы. Если где-то вы что-то пропустили, соответственно, у вас не будет загораться кнопка. То есть вы сначала вот все прорешали, нажали «Сохранить». После нажимаете «Отправить». Но «Отправить» обращаю внимание, что загорается, когда на все вопросы даны ответы. И после того, как вы уже все прошли, вы нажимаете «Завершить сдачу экзамена». Нажав на все эти кнопки, вам гарантировано, что вы прошли итоговое тестирование. Но на онлайн-курсах, например, на «Педагогике психологии высшей школы», есть пороговое значение именно по итоговому тесту. Обратите на это внимание. Где-то, например, на «Безопасности жизнедеятельности» нет такого порогового значения, и вам достаточно набрать за весь курс, например, 70%. После нажимаете «Завершить выполнение задания». Отлично, вы отправили на проверку проктором. Дальше возвращаетесь в «Этмо проктор». Вам написано, что вы завершили экзамен на платформе. И здесь подтверждаете, что вы завершили. После у вас статус «Ожидает заключение». То есть прокторы после вашей сдачи будут проверять тестирование на предмет нарушений. Если такие нарушения будут выявлены, соответственно, у вас появится статус «Что вы издали». Если вы не нарушили ничего, у вас будет статус «Что вы издали». После вы выходите из системы и ожидаете своего результата. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...